Министерство обороны России заключило контракт на поставку единой системы управления войсками ИСУТЗ. 24 декабря 2018 года www.bmpd.livejournal.com Министерство обороны России заключило контракт на поставку единой системы управления войсками ИСУТЗ Как сообщил Департамент информации и массовой коммуникации Министерства обороны Российской Федерации, заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 22 декабря 2018 года подписал государственный контракт на поставку изделий для единой системы управления войсками в тактическом звене, ЕСУТЗ. Продукция АО «Концерн Созвездный» СГК Ростех Мы подписали очень большой и важный контракт. Должен отметить, что контрактов на подобные системы в истории Министерства обороны еще не заключалось, сказала точка Криворучко на торжественной церемонии подписания контракта. По словам замминистра, для предприятия это не только перспектива, но и большая ответственность, эта работа будет находиться на особом контроле. Коллег прошу выполнять все взятые на себя обязательства. Спрос будет серьезный, поэтому, надеюсь, что все сроки будут выдержаны. Контракт будет выполнен в срок. В свою очередь, генеральный директор концерна «Созвездия» А.Бочаров дал гарантию, что предприятие выполнит все работы качественно и в срок. От имени концерна «Созвездия», от себя лично, даем гарантию, что мы исполним контракт с должным качеством и в срок. На этом не остановимся и будем продолжать делать предложения Министерству обороны РФ. Контракт заключен до 2027 года. Согласно нему, будет осуществлять сопровождение полного жизненного цикла составных элементов системы. ЕСУТЗ представляет собой единую систему управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих в том числе и системами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе и радиорелийная, тропосферная и цифровая. Также замглавы Минобороны России ознакомился с перспективной продукцией концерна, провел рабочее совещание по вопросам выполнения Гособоронзаказа. От имени министра обороны Российской Федерации А.Криворучка наградил сотрудников предприятия медалями Михаила Калашникова и за достижения в области развития инновационных технологий. Со стороны Напомним, что воронежское издание газеты «Коммерсант» в июле 2018 года сообщало, что воронежский концерн «Созвездие» приступит к поставкам ЕСУТЭЗа для Министерства обороны России с 2019 года. Воронежский концерн «Созвездие» принадлежит холдингу «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», в 2019 году приступит к поставкам Минобороны РФ единой системы управления тактическим звеном, ЕСУТЭЗе, взяв на себя роль связующего агрегатора, сообщает в интервью ТАС глава концерна Алексей Бочаров. Мы приступаем с 2019 года к масштабным поставкам системы ЕСУТЭЗе. Твердый знак «Черноземье». Производство запускаем уже в этом году. Если раньше поставки различных видов машин и оборудования осуществлялись отдельно разными заводами, то теперь единую связующую роль взял на себя концерн «Созвездие». То есть мы поставляем под ключ весь комплекс технических решений, включая их сервисное обслуживание в течение 10 лет, сказал господин Бочаров агентству. Он отметил, что в ходе исполнения контракта новой техникой будут оснащены не менее 10 соединений вооруженных сил РФ. Напомним, «Созвездие» ведет разработку ЕСУТЭЗе с 2001 года. Комплекс предназначен для управления войсками с использованием навигации, спутниковых и беспилотных средств наблюдения. В 2007 году базовый комплект ЕСУТЭЗе был передан для испытаний, но в 2010 году по итогам командно-штабных учений военные эксперты сделали разработчикам системы свыше сотни замечаний. Сейчас, по признанию военных, ряд подсистем управления снова проходят опытную эксплуатацию в войсках. До 2020 года в войска должны поступить 40 бригадных комплектов ЕСУТЭЗе на общую сумму свыше 300 миллиардов рублей. В конце 2017 года Сергей Шайгу заявил о том, что возможности ЕСУТЭЗе доведены до заданных Минобороны требований. 23 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателям в открытом доступе.